Платная парковка дисциплинирует москвичей, нарушений стало на 65 меньше Сергея Жуков Рисунок к статье Москвичи стали реже нарушать правила платной парковки Число правонарушений с момента ее создания сократилось на 64% Такие данные привел глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов Выступая на специальном заседании Совета по правам человека Посвященном проблемам транспортной политики Ранее по теме, москвичи попросили ввести платную парковку еще на трех улицах В зоне платной парковки города сейчас создано 45 тысяч машиномест По словам Лексутова, автолюбители постепенно привыкают к правилу, действующему в крупных городах Европы Стоянка в центре должна оплачиваться Об этом говорит и статистика Скорость движения на улицах, где теперь взимается плата за парковку, выросла на 15% А нарушений, связанных с неправильно припаркованными машинами, стало меньше на 64% Меньше стало и аварий, и случаев гибели детей на дорогах Дети ведь в основном гибнут на пешеходных переходах, перед которыми нерадивые автовладельцы бросают свои машины В итоге из-за неправильно припаркованного авто ребенок попросту не видит приближающуюся машину Поэтому их эвакуация, мера вынужденная, без которой невозможно навести порядок и справиться с хаосом на дорогах, уверен Лексутов Он напомнил, что ежедневно город эвакуирует около 800-900 машин Это всего 0,02% от общего числа автомобилей столицы То есть 900 нарушителей осложняют жизнь миллионам автомобилистов, десяткам миллионам пешеходов и пассажиров городского транспорта Как рассказали РГ в столичном центре организации дорожного движения, из-за несанкционированной стоянки на обочине дороги средняя скорость движения городских автобусов в часы пик снижается более чем вдвое С вводом платной парковки общественный транспорт стал двигаться быстрее, его скорость увеличилась на 8%, а точного расписания движения придерживаются 95% городских перевозчиков Легче в последние годы стало и обычным автолюбителям, хотя транспортная проблема для Москвы по-прежнему остается одной из наиболее острых Читайте также, Бочкарев Москва выполнит свои планы по сооружению метро к 2020 году Еще пару лет назад Москва по всем рейтингам была мировым лидером по количеству пробок, отметил он Бульварное, Садовое кольца замыкались практически каждый день И зимой, и летом люди тратили на дорогу до дома вместо 40 минут по 2-3 часа Сегодня ситуация изменилась, загруженность дорог снизилась на 24%, а скорость движения на вылетних магистралях в среднем выросла на 14% Если же Москва откажется от эвакуации автомобилей, загруженность дорог может вернуться на прежний уровень, город погрузится в постоянные пробки 8-9 баллов Чтобы не превращать улицы Москвы в ад, говорят эксперты, плату за парковку необходимо сохранить Тем более, стоимость стоянки в Москве от 40 до 80 и руль слеж час, по сравнению с другими городами мира намного ниже Вопреки сложившимся стереотипам, столица не собирается зарабатывать на эвакуации На собранной в платной зоне более чем 2 миллиарда рублей районными управами благоустроены сотни дворов и отремонтированы десятки жилых домов Прямая речь Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Развитие темы Автомобилистам разрешили платить за парковку на станциях велопроката Все, даже противники платной парковки, отмечают, что ездить по Москве стало легче Другого эффективного способа борьбы с автомобильными пробками пока просто нет Я считаю, что тарифы на парковку должны быть еще выше Тогда люди быстрее пересядут на общественный транспорт Нарайр Блуден, исполнительный директор транспортной ассоциации Московской агломерации Изменения после введения зоны платной парковки видны невооруженным глазом Скорость движения в городе увеличилась Улицы в центре столицы освободились от где попало оставленных автомобилей, мешавших проезду другого транспорта У меня нет никаких сомнений, что этот проект нужно развивать дальше Вадим Юрьев, руководитель Центра организации дорожного движения Москвы За счет установки запрещающих знаков, а также расширения зоны платной парковки В городе удалось ликвидировать хаотичную парковку 3-4 года назад особенно в центре города машины парковались в 2, а то и 3 ряда, что затрудняло движение Сейчас такого нет Поэтому отмена эвакуации приведет к ухудшению дорожно-транспортной ситуации Уменьшению комфорта перемещения на наземном общественном транспорте И росту аварийности с участием пешеходов Российская газета, столичный выпуск номер 6656-85 нашли ошибку Выделите текст с ошибкой и нажмите Control plus Enter Чтобы сообщить нам о ней Субтитры создавал DimaTorzok